Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Начнем, как всегда, наш разбор с пары евро-доллар по паре евро-доллар. Вчера мы видели в первую половину торговой сессии попытку закрепиться выше максимальной значений 7 августа, но пара это так и не смогла сделать и уже во вторую половину дня мы увидели снижение и обновление локальных минимумов и доходили до отметки 1.17.14. Поэтому на текущий момент альтернативный сценарий коррекционный остается в приоритете. Для того, чтобы говорить о возобновлении покупок, паре нужно как минимум закрепиться выше отметки 1.18.23, область максимальной значений, которая была зафиксирована вчера. На текущий момент тенденция в рамках часового таймфрейма остается нисходящая. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свою коррекцию. Вчера доходили до минимальной значений в области 1.29.50. И точно так же, как и по евро, если говорить о возобновлении уже движения в область отметки 1.32.50-1.32.70, то нам нужно увидеть закрепление выше максимальной значений, которые были отмечены вчера. Это сценарий основной отметки 1.30.58. На текущий момент тенденция на ослабление продолжается в рамках часового таймфрейма и вполне вероятно, что в ближайшие несколько дней мы можем увидеть обновление, уход ниже отметки 1.29.51 и продолжение коррекционного движения. Но основной тренд остается на покупку, поэтому здесь уже наиболее интересно завершение как раз коррекционного движения, которое мы видим последнюю неделю и присоединение уже в сторону покупок, то есть в сторону основного тренда. Пара австралийский доллар, американский доллар также продолжает корректироваться. Сегодня с утра уже обновили локальный минимум, поэтому на текущий момент краткосрочная тенденция остается на снижение. Возврат к покупкам произойдет в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальные значения, которые были зафиксированы вчера, это отметка 79.42, и тогда уже цель движения это 80.60, ближайшая цель, исходя из последних двух недель. Пара американский доллар, японская иена продолжает снижаться. Вчера дошли до целевой отметки в области 109.87. На текущий момент мы можем предполагать, что цена при закреплении ниже отметки 109.86 продолжит свое нисходящее движение уже в область 109.11. В свою очередь, если говорить о возобновлении коррекционного восходящего движения по данной паре, то здесь нам нужно как минимум увидеть уход выше отметки 110.82. 119.82 это максимум, который был зафиксирован вчера, и тогда вполне вероятно по данной паре мы увидим коррекцию. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает укрепляться. Я напомню, что это движение коррекционное в рамках более крупного нисходящего движения, поэтому если говорить о возобновлении продаж, то здесь нужно увидеть как минимум уход ниже отметки 1.26.51. Это минимум, который был зафиксирован вчера, закрепление за этим уровнем. Тогда уже ближайшая цель по движению будет область 1.24.13. На текущий момент тенденция на укрепление в рамках часового таймфрейма остается в силе. Пара евро-фунт сегодня с утра уже обновляет минимальное значение торговой сессии, которая была вчера. Это отметка 90.36. Если паре удастся закрепиться ниже этого уровня, то тогда уже вероятно начало коррекционного нисходящего движения и ближайшая цель 89.24. В свою очередь, если пара уйдет выше максимального значения 90.86, это максимум, который был зафиксирован вчера, то вероятно продолжение восходящего тренда по данному активу. Золото. По золоту мы вчера видели как и обновление локальных максимумов, так и обновление локальных минимумов. Поэтому если говорить о ближайших тенденциях, то здесь необходимо дождаться либо закрепления выше максимальных значений, которые были вчера, это отметка 1265 долларов за тройскую унцию, либо уход ниже минимальных значений, это отметка 1251 доллар за тройскую унцию. Закрепление выше максимальных значений вернет нас уже к покупкам по данному активу с ближайшей целью в область 1273 доллара за тройскую унцию. В свою очередь, уход ниже 1251 доллар за тройскую унцию возвращает нас уже непосредственно к коррекционному нисходящему движению. Нефть марки Brent продолжает движение в боковом диапазоне. Если говорить о возобновлении продаж по данному активу и движении в сторону основного тренда, то здесь нам нужно увидеть закрепление ниже отметки 5203 с ближайшими целями движения уже в область 4780. В свою очередь, если нефти удастся закрепиться выше отметки 5296, тогда уже вероятно продолжение восходящего коррекционного движения с ближайшими целями в область 5472. По индексу DAX мы видим также продолжение исходящего движения. Вчера не смогли уйти выше максимальные значения, которые были зафиксированы 7 августа. Индекс снизился. И для продолжения продаж, для возобновления продаж, здесь необходимо дождаться закрепления ниже минимальные значения, которые были отмечены вчера. То есть, сценарий основной это отметка 12185. Ближайшая цель это движение уже в область 12095 и уход ниже данного уровня. В свою очередь, если индекс DAX сможет закрепиться выше максимальные значения, которые были вчера, то тогда уже вероятно начало коррекционного восходящего движения по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте в комментариях к этому видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. И увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания.